Тина Прайсон. Тревожные родители. Ответы на вопросы о жизни с ребёнком от А до Я. На Земле не существует других видов живых существ, которые бы занимались наукой. Таким образом, это исключительно человеческое изобретение. И возникла это способностью человека в результате процесса естественного отбора в ходе преобразования коры головного мозга. По одной простой причине. Это работает. Она не идеальна. Она может заблуждаться. Это всего лишь инструмент. Но пока что это лучший инструмент, который у нас есть. Саморегулирующийся, непрерывный, применимый ко всему сущему. Карл Саган. Космос. Введение. Когда я вспоминаю об истоках создания этой книги, перед глазами возникают два образа. Первый — акушерка средних лет в зелёной медицинской форме, измеряющая мне давление через несколько часов после рождения моего первенца. Как новоиспечённая мамочка, я забрасывала эту женщину множеством вопросов и делилась своими тревогами. Почему он не берёт грудь? Можно ли класть его рядом со мной, когда он спит? Когда мы вернёмся домой, может ли собака спать рядом с кроваткой? Наконец, услышав вопрос о связи сосок, пустышек и путаницы сосков, она остановила меня, подняв ладонь. Не отрывая взгляда от тонометра, она спокойно ответила. «Послушай, милая, что бы ты ни решила насчёт всего этого, он будет жить». Несомненно, она хотела ободрить меня, действуя из лучших побуждений. Но я была обескуражена и, помню, подумала, это вовсе не моя цель. Простое выживание? Я стремлюсь к гораздо большему. Тогда я не знала, чего именно хочу для своего первенца. Но понимала, что должна помочь ему стать здоровым и счастливым. И психически, и физически. Я хотела, чтобы он любил жизнь и наслаждался конструктивными отношениями, которые помогли бы его развитию. Конечно, та перегруженная работа акушерка не имела в виду, что обязанности родителя заключаются лишь в том, чтобы помочь детям повзрослеть, избежав серьёзных физических травм. Однако её замечание сподвигло меня начать исследование этой темы и привело к написанию этой книги. В моей душе запечатлелось ещё одно воспоминание. Это произошло пару месяцев спустя. Я сидела на полу рядом с мужем в книжном магазинчике, в отделе литературы по воспитанию детей в Сан-Антонио. Не помню точно, что именно беспокоило нас в тот момент. Но мы, измученные вечным недосыпом, перелистывали книгу за книгой, пытаясь выяснить, как правильно вести себя с нашим малышом, спавшим рядом в коляске. Мы были абсолютно растеряны. Не только из-за огромного количества информации, но ещё и потому, что часто эта информация оказывалась противоречивой. То же самое касалось советов, которые я постоянно получала. Наша семья, друзья, у кого-то были дети, у кого-то нет, случайная женщина в ресторане, продавец овощей в магазине. Казалось, все, кого я встречала, хотели дать совет, как мне вести себя с сыном. Все эти люди делали это из лучших побуждений, но иногда их рекомендации были устаревшими, иногда бесполезными и очень часто противоречивыми. Один человек посоветовал мне спать с ребёнком. Другой предупредил, что я не должна вообще разговаривать с ним ночью, не то что брать на руки. Третий человек тут же предложил мне приучать ребёнка спать по графику. Ещё один подчеркнул, что я просто должна откликаться на все просьбы и нужды малыша. Информационный шторм оставлял после себя ощущение полной беспомощности. Теперь, 20 лет спустя, я мама троих сыновей и специалист в области детского развития и психического здоровья. Я построила карьеру, изучая, исследуя, публикуя книги и общаясь с другими родителями о радостях и трудностях воспитания детей. Я изучала статью за статьёй в научных журналах, а также в популярных журналах о воспитании детей и в интернете. Я прочитала бесчисленное множество книг, посвящённых воспитанию и детскому развитию. За последние несколько лет я написала несколько книг, посвящённых детскому воспитанию, в соавторстве с моим хорошим другом, наставником и коллегой Дэном Сигеллом. Для меня это стало настоящим квестом — выяснять, что же важнее всего в воспитании детей и как мы можем помочь им достичь чего-то большего, чем просто выживание. Основываясь на почерпнутом из собственных научных исследований и на разговорах с родителями о том, что больше всего им помогало в воспитании детей, я осознала, что основную трудность представляет получение качественной информации из проверенных источников, а затем переосмысление этой информации с учётом вашей интуиции, ценностей и принципов. Это нелегко, ведь в интернете и соцсетях вы сталкиваетесь с невероятным объёмом информации о детском воспитании. Зачастую это подаётся в провокационный, зазывающей манере. И как же понять, какой информации можно доверять? Я написала эту книгу, руководствуясь желанием помочь вам пробраться сквозь какофонию голосов, диктующих вам, как поступать с вашим малышом. Я дам вам самую современную информацию обо всех проблемах и вопросах. И вы сможете принять самые правильные решения, как вести себя с ребёнком. В этой аудиокниге мы разберём наиболее часто встречающиеся, серьёзные, противоречивые и запутанные темы, с которыми сталкиваются новоиспечённые родители. Такие как грудное вскармливание, график сна, вакцинация, дисциплина и ещё многое из того, что вас интересует и беспокоит. Моя цель – предоставить вам ясную, доступную информацию, основанную на новейших научных исследованиях. Я стремлюсь как можно более тщательно прояснить каждую из тем, чтобы вы могли решить, что для вас важнее всего, и принять самые подходящие решения для вашей семьи. Заметьте, я постоянно говорю о том, что решения принимаете именно вы, мама или папа, бабушки, дедушки или другие люди, заботящиеся о малыше. Все семьи абсолютно разные. Редко бывает так, что какой-то определённый набор информации ответит на все вопросы каждой семьи. Поэтому моя цель – обеспечить вас информацией, которая позволит принять своё собственное решение. Конечно, полезно послушать экспертов и положиться на научные факты. Это фундаментальный принцип моей аудиокниги. Знание – сила. А многие из нас, становясь родителями, практически не разбираются в тонкостях воспитания. Поэтому мы слушаем других. И да, важно, чтобы вы, сталкиваясь с новой информацией, научились ставить под вопрос собственные мнения и предубеждения. Но в конечном итоге вы принимаете решения для своего ребёнка и своей семьи. Я усердно трудилась, чтобы понять и прочувствовать тот факт, что в различных традициях и культурах по-разному относятся к различным подходам воспитания. И всё же подхожу к темам, обсуждаемым в аудиокниге, со своей точки зрения, со своими предположениями. Каждый ребёнок и родитель – это уникальная вселенная. Не существует правильного способа быть семьёй. Какими бы ни были ваши культурные и семейные устои, важно обладать надёжной информацией. Тогда вы сможете переосмыслить свои традиции и ценности, уделяя внимание родительской интуиции и постоянно меняющимся и уникальным потребностям вашего ребёнка. Объединив всё это, вы сможете принимать наиболее разумные решения для своего ребёнка, вас и вашей семьи.